Йоу, Максим Густарёв на связи. Кто бы мог подумать, элементарная операция перевода фотографии в ЧБ не так-то и проста. Дилетант Уася, скорее всего, нажмёт Command-Shift-U и фотография станет ЧБ. Но так делать, ребят, нельзя. И сегодня я покажу тебе, как правильно перевести фотографию в ЧБ. Итак, почему нам противопоказано переводить фотографию в ЧБ через инструмент Hue Saturation, либо через классическое обесцвечивание. Да потому что каждый оттенок, который подвергается обнулению насыщенности, приобретает несвойственную себе светлоту. Проще показать на примере. У нас есть цветовая палитра со всеми доступными градиентами оттенков, от красного до красного, со стопроцентной насыщенностью. Давайте возьмём ещё один градиент светлот от 0 до 100% и наложим этот градиент светлот на нашу цветовую палитру в режиме наложения luminosity, то есть перенесём только яркостную составляющую. И сейчас нетрудно заметить, что каждый оттенок приобрёл свою максимальную выразительность в разных светлотах. К примеру, жёлтый оттенок максимально выразителен в яркостях 80-90%, в ту очередь как синий приобретает максимальную выразительность в тенях. Этот фактор для нас имеет ключевую роль, ведь мы должны понимать, в каких яркостях свет ведёт себя максимально выразительно. Но если всё равно ни хрена не понятно, я вам покажу конкретный пример, как правильно переводить фотографию в ЧБ. Поехали. Давайте откроем фотографию, я сразу на неё накину цветовой круг исключительно для самопроверки. Теперь я создам дубликат слоя и обесцвечу эту фотографию через сочетание клавиш Command-Shift-U. Давайте сравним то, как мы теперь воспринимаем оттенки, которые получились у нас. Яркости изменились в каждом из оттенков. Давайте посмотрим и сравним, к примеру, жёлтый цвет и синий. В цветной фотографии мы, видя эти цвета, можем легко сказать, что жёлтый цвет визуально кажется намного более ярким, нежели синий. Но что будет, если мы обесцветим эту фотографию через классическое обесцвечивание? Мы увидим то, что жёлтый цвет потерял свою яркость, он стал намного темнее даже, нежели синий. И это очень важно. В вашей фотографии все жёлтые оттенки, обесцвечиваясь, затемняются, становятся менее яркими. И на самом деле вот эти деформации цвета, они происходят по всему цветовому кругу и получается какая-то полная хрень. Поэтому мы с вами не будем пользоваться классическим обесцвечиванием. Второй вариант, как мы можем обесцветить наше изображение. К примеру, мы создаем корректирующий слой Hue Saturation и ползунок Saturation также двигаем на минус 100% влево. Происходит абсолютно та же самая фигня. Жёлтый какой-то тёмный, зелёный опять имеет резкий градиент яркостей, нам этот вариант также не подходит. Давайте придумаем ещё один способ, который будет более лояльным к яркостям. Мы создадим корректирующий слой Solid Color, зальём его нейтрально серым цветом 808080 и применим режим наложения Color. Таким образом, насыщенная составляющая этого слоя, а там насыщенность 0 перейдёт на нашу фотографию, и она обесцветится. Обратите внимание, как поменялась яркость жёлтого цвета. Жёлтый стал намного более ярче, а синий стал намного более темнее. Таким образом, мы уже более правильно распределили яркости между нашими оттенками. Если сравнить с нашим классическим обесцвечиванием, я его включаю, мы видим, насколько сильно у нас поменялись визуальные акценты на фотографии. Соответственно, заливка серым слоем и режим наложения Color намного более рационален и предпочтителен. Но давайте рассмотрим ещё один способ. Мы можем создать Gradient Map, карту градиента, и наложить чёрно-белый слой. В данном случае у нас ложится это ещё в более интересном виде. Также у нас очень глубокие, тёмные, холодные тона, мадженто тёмные, а жёлтый цвет становится более ярким, что нам и требуется. Поэтому наложение даже карты градиента намного более рационален, чем предыдущие способы. Есть ещё один инструмент, классический Black & White с ползунками. По умолчанию, опять же, на мой взгляд, работает это не совсем корректно. Жёлтый у нас опять становится слишком тёмным, синий достаточно яркий. Работая с корректирующим слоем Black & White, не стоит забывать то, что вы можете двигать все эти ползунки. И двигая, применяя определённые раздвижки, вы корректируете яркости ваших оттенков. Тоже как вариант, как аналог мы можем использовать этот слой. Но показать я вам хотел свой суперсекретный и самый любимый способ перевода фотографии в ЧБ. Это, конечно же, не через эти корректирующие слои, а через слой Channel Mixer. Он намного более функционален, намного более интересен и более пластичен. Что мы делаем? Мы создаём корректирующий сло Channel Mixer клацаем на кнопочку Monochrome. И теперь мы можем воздействовать на нашу фотографию по канально. Мы можем высветлить, к примеру, синий канал, затемнить красный канал и полностью инвертировать визуальное восприятие нашего кадра, создать дополнительный гиперконтрастный объём на теле. Это добавит дополнительного сюрреализма вашему кадру, и картинка станет более интересной. Давайте посмотрим на до-после. До-после. А теперь сравним с классическим обесцвечиванием. Это классическое обесцвечивание, а это обесцвечивание через Channel Mixer. Также стоит обратить внимание на то, что использование Channel Mixer может хорошо достать веснушки с кожи нашей модели. Йоу, я надеюсь, теперь ты будешь правильно переводить фотографии в ЧБ. С тебя подписка, лайк, мне будет приятно. Ещё буквально три недели я буду тусить в Самаре, у меня здесь идёт курс основной фотографии, но после окончания я возвращаюсь в Москву, а дальше открываются путешествия, если не начнётся новая волна и не будет новой самоизоляции. Поэтому впереди много крутого контента. Обязательно следи за всем, подписывайся на мой Инстаграм, потому что там в режиме реального времени я выкладываю, делюсь интересными новостями, фотографии, гоняю на всякие съёмки, снимаю на пленере. И впереди много всего интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok